Синай Гора Синай – это особое место. Именно там, по преданию, Бог явился пророку Моисею внутри объятого пламенем и несгораемого куста неопалимой купины. На вершине горы Синай Бог даровал Моисею десять заповедей, запечатленных в каменных досках-скрижалях. На вершине горы находится православный храм Святой Троицы. На гору каждую ночь поднимаются от нескольких десятков до нескольких сотен паломников, чтобы вместе встретить утренний свет. Мир, который существует между монахами и местными жителями-бедуинами, сделался Най символом мира между людьми разных вероисповеданий и культур. Первые христиане пришли к подножию горы в III веке после Рождества Христова. В это же время здесь был основан монастырь, позднее посвященный Святой Великомученице Екатерине. Более тысячи святых Синайской горы прославлено церковью. Святая гора Синай, как и Святой Афон, с древних времен привлекала аскетов, желавших истинной пустыннической жизни, посвятивших себя умной молитве безмолвию. Синай связан незримыми духовными узами со Святой Горой Афон. Для всех, кто нуждается в духовной поддержке. Это серия фильмов. Результат послушания игумена Киприана Афонскому старцу Евфимию, предложившему экранизировать житие старца Паисия Святогорца, написанное ермонахом Исааком в 2004 году. Автор жития почил 16 июля 1998 года. Это его могила у Каливы Ефимия на Афоне. Также в этот фильм включены свидетельства многих людей, лично встречавшихся со старцем или живших рядом с ним. Вы услышите фрагменты текстов самого Паисия Святогорца и увидите места, где он жил. Теперь наш путь лежит через Синайскую пустыню, в монастырь Святой Великомученицы Екатерины. Здесь старец Паисий пребывал в 60-е годы прошлого века. Здесь в Египте часто неспокойно. Чтобы проехать к монастырю, нам пришлось миновать 14 блокпостов. Архиепископ Синайский Дамиан, наместник монастыря Святой Екатерины, сказал, «Если вы благополучно доберетесь до нашего монастыря, я буду считать это великой милостью Божией и благословением старца Паисия на съемку». Иеромонах Исаак. Житие старца Паисия Святогорца. Глава 8. Пустынник на Богошественной Синайской горе. 30 сентября 1962 года старец удалился на Богошественную гору. Когда отец Паисий приехал на Синай, стояла сильная засуха. Природные условия тех мест таковы, что дождь идет крайне редко. Однако в год, когда приехал старец, недостаток воды чувствовался особенно остро. В монастыре готовили караван верблюдов, чтобы привезти воду издалека. Старец сказал, «Подождите, не отправляйтесь за водой сегодня». Всю ночь он молился. Когда, молясь о дожди, я вижу, что в небе появилась хоть одна тучка, то я славлю Бога за то, что Он ей прислал. Пусть дождь даже не пойдет. А моя совесть укоряет меня в том, что во мне самом есть много духовных туч, которые отгоняют Божьи облака. Если мы будем смиренно просить милости Божией, то Бог нам поможет. Во время засухи молитва смиренного человека собирает дождевые тучи. Будем же всегда молиться о том, чтобы посланный Богом дождь обладала духовным действием. Чтобы он тушил тот духовный пожар, который по дьявольской злобе бушует в мире и опаляет душ людей. Разница в возрасте со старцем Паисием у нас была примерно в 9 лет. Отец Паисием был старше. Мне было тогда 27, когда он приехал. Да, немногим больше 27, а ему было примерно 36. Конечно, мы знали, что он был хорошим монахом. Он был настоящим монахом. Когда он приехал сюда, мы все спрашивали у него совета. Нас, монахов, тогда было мало, и у большинства из нас не было особого понимания монашеских устоев. Он давал нам советы. Я сам был немного непослушным, живым таким монахом. Но, чтобы вы поняли, у меня было много дел. Я занимался больными, и у меня не оставалось много времени для молитвы. Он давал мне разные советы и делал замечания. Так и все другие монахи начали постепенно устраивать свою жизнь более сообразно монашескому уставу. В монастыре у него была маленькая уединенная келейка в башне, где в прежние времена держали сосланных на Синай. Вскоре мы узнали, что, войдя в свою келью, отец Паиси первым делом снял с кровати матрас и выкрутил электрическую лампочку, которая освещала комнату. Каждого, кто приходил к нему, старец принимал с большой любовью, обнимал их. К нему приходила молодежь в странной одежде, как это было модно в наше время, с серьгами в ушах, с длинными косами. Старец обнимал их, целовал, и с первой минуты завоевывал их расположение. Он сразу называл их по именам. Здравствуй, такой-то. Он считал честью, что они его посещали. У него было много дарования, он был очень умным человеком. Но сам избегал почестей, даже священником, духовником не стал. И когда мы подходили, старец Паиси каждый раз клал поклон, потому что преклонялся перед священническим саном. Он действительно делал поклон от всей души, потому что говорил, что незачем молодым кланяться старику. Это старик должен поклониться молодым. Земной поклон? Поясной? Да, да. Он клал земной поклон, распластывался. Если бы я был священником в миру, то никогда не мог бы закрыть дверей своего дома. Мне всегда, не делая различий между людьми, нужно было бы дать каждому то, что ему требовалось. Будучи монахом, я могу закрыть дверь и уйти. Я могу исчезнуть с человеческих глаз и незаметно помогать миру молитвой. Потому что распутывать клубки людских проблем – это не мое дело. Мое дело – творить молитву за мир. Я не стал ни священником, ни духовником именно для того, чтобы помогать людям иначе, по-монашески. Святой Иоанн Лествичник писал много об осуждении. Он, например, писал, что монах должен быть осторожным и не осуждать. Потому что можешь не осуждать языком, но в мыслях осудить всех. Вот, например, проходит монах мимо кельи другого брата и видит ее неприбранной, неряшливой. В мужских монастырях такое бывает, не знаю, как в женских. И думает, видишь, брат занимается молитвой, духовным деланием, и у него нет времени прибраться в келья. И не осуждает. Может пройти мимо кельи другого монаха и увидеть, что она чистая, прибранная, что редко бывает в мужских монастырях. И скажет, вот этот человек содержит в порядке своего внутреннего человека и в таком же порядке содержит свою келью. Таким образом, он ни того не осуждает, ни другого. Такой монах достигает великой любви. Айсин назывался босиком Божьим. И ходил босиком, и обувь одевал только тогда, когда встречал людей. Да, это правда. Он видел, как бедуины ходят без обуви. И ходил так же. Но потом он заболел, и зимой не мог ходить босиком по голым камням и земле. Нам, монахам, следует жить хотя бы чуть-чуть попроще, чем живут в миру. Монастырь должен быть беднее, чем тот мирской дом, из которого я в него пришел. Это внутренне помогает как монаху, так и миру. Бог устроил все так, чтобы люди не находили себе успокоения в вещах тленных. Если этот мирской прогресс мучает даже мирян, то что уж говорить о монахах. Если бы я оказался в каком-нибудь богатом доме, и хозяин спросил меня, где тебе отвезти место для ночлега, что тебе больше по душе, даю вам честное слово, в козлином хлеву моей душе было бы спокойнее. Ведь, уходя в монахи, я покидал мир не для того, чтобы найти себе какой-то лучший дом или дворец. Помню, на кухне общежительного монастыря был огромный котел, который поднимали с помощью особого рычага. Огонь для приготовления пищи разводили на дровах, а в Архандарик мы поднимали воду с помощью веревки и ворота. Некоторому из того, что происходит сейчас в монастырях, оправдания нет. Я видел, как в одном монастыре хлеб режут с помощью хлеборезки. Ну, куда это годится? Монах избегает удобств, потому что в духовном отношении они ему не помогают. Даже в мирской жизни людям тяжело от множества удобств. Если мы не можем подражать святым отцам Египта с великой строгостью их монашеской жизни, тогда будем подражать, по крайней мере, верблюдам, которые, хотя и едят мало, поднимают большие тяжести. От многочисленных коленопреклонений в них образуются мозоли, и, будучи тяжело нагруженными, они смиренно следуют за маленьким осликом. У них есть еще и такой обычай. Они никогда не забывают своих благодетелей и испытывают к ним благодарность. Старец Паисий очень любил людей, бедуинов, очень. И даже сказал тогда архиепископу Синайскому, чтобы тот берег бедуинов. Они жили рядом с монастырем, и он с ними рядом жил. Он посещал этих бедуинов, знакомился с ними очень близко, чтобы узнать, кто терпит нужду, а потом еду сам покупал, приносил им под дверь и уходил. Почти все, что получал, тратил на них. Надо сказать, что сейчас-то у нас ситуация получше. А тогда у монастыря не было денег даже на нужды монахов, на еду, хотя я и сам живу такой же жизнью. Приходят бедуины и говорят, у меня нет лекарств. Врач выписал рецепт, а у меня нет денег его купить. Синайскому, Помню, как на Синае дети бедуинов, которые не знали, что такое Евангелие, когда я им давал что-нибудь, то они делили это между собой, даже если я им давал совсем чуть-чуть. Всем доставалось понемногу. А если последнему не хватало, то каждый уделял ему от своей части. Можно ли выклицать, что пример Паисия в отношении бедуинов повлиял на вас тоже, отец Павел? Я с радостью соглашусь. Я сразу их полюбил и люблю, когда они приходят. Помогаю, как могу. Я вам расскажу о непослушании. Был вечер, вот как сейчас. Все монахи собрались в Архандарике. И приехал тогда владыка Порфирий III. А хотя мы и вели какие-то духовные беседы, я еще немного, так сказать, шалил, хотел произвести впечатление на бедуинов. И что же я делал? Ну, показывал какие-то фокусы, делал вид, что у меня исчезает ключ, нож. Играл так. Я такие штуки когда-то показывал знакомым ребятам, но решил и здесь показать. Потом я объяснял, как это устроено. На следующий день я подошел к старцу Паисию и говорю, добрый день, старец, будь и слави. Тот смотрит на меня строго. Говорит, что ты вчера вечером делал? Играл, говорю, а он мне «Как тебе не стыдно? Вы же вели духовные беседы. Зачем тебе нужно было притворяться фокусником? Это были очень простые люди. Они теперь будут думать, что ты маг, а ты должен был говорить с ними по-христиански, а теперь они будут путать фальшивое и настоящее чудо». Тогда я попросил у него прощения и обещал больше так не делать. «Я не святой и не колдун. Я грешный человек, который пытается бороться. Во Вселенной я вижу себя крохотной пылинкой. Так пусть эта пылинка по крайней мере будет чистой». ИНТРИГУЮЩЕЙСЯ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Синайская пустыня О нас с первых веков, третий, четвертый век, здесь всегда были отшельники, пустынники. Можно ли сказать, что старый Спейси хотел продолжить традицию пустынников? Конечно, мы любим пустынную жизнь. Просто мы осторожно относимся к желанию стать отшельниками, возникающему у некоторых отцов. Но мы очень много об этом думаем и разрешаем на некоторое время некоторым отцам уединяться, а потом возвращаться. Хоть у меня неспокойный характер, но есть это желание, хотя я всегда бегал по делам туда-сюда и сейчас бегаю. Желание уйти все время присутствует. Старец любил посещать места, где жили подвижники. Он восхищался маленькими аскетическими пещерами. Где-то он находил сохранившийся колодец. В другом месте скала была почерневшей от огня, на котором изредка готовили себе пищу те, кто подвязались там раньше. Эти древние места аскетических подвигов вдохновляли и умиляли старца. Я помню, что тогда старец Никандр, он был в преклонном возрасте, простой человек, говорил ему, «Куда ты пойдешь? Туда? Ты туда пойдешь? Он был в благочинном монастыре». «Да, — говорил Паисий, — Геронда, благословите». «Ах, дитя мое, ты туда идешь стать святым, но там ты простынешь, то есть замерзнешь». «Тогда же зима была». Замерзнешься «Моцерка» Безмолвие – великое дело Находясь в безмолвии, человек тем самым уже молится, даже и не молясь Безмолвие есть таинственная молитва, и она очень помогает молитве Подобно тому, как кожное дыхание приносит человеку пользу Итак, он попросил у монастыря дать ему келью святой епистемии Маленькая келья, два на два метра И все А здесь рядом была церквушка Больше ничего А здесь рядом была церковь Маленькая келью святой епистемии 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 Моей пищей был чай с сухарями, которые я делал сам Маленькая келью святой епистемии Маленькая келью святой епистемии ан и в чай клал чуть побольше сахара Какую-нибудь лишнюю ложечку Это сахар заменял мне вторую майку У меня была еще смена теплой одежды, потому что ночью в тех местах бывает очень холодно У меня не было ни лампы, ни фонаря, только одна зажигалка. С ее помощью я подсвечивал путь ночью, идя по каменной тропе со ступеньками. Зажигалка была нужна также для того, чтобы иногда разжигать огонь. Еще у меня было несколько запасных кремней и маленькая бутылочка с бензином для зажигалки. Больше ничего не было. Единственным инструментом, который я имел, были ножницы. Я разъединил их на две половинки, заточил о камень, взял дощечку и стал вырезать иконки. Не только не терпел лишений, но и бедуинчикам помогал. Для них было великим благословением получить в подарок шапочку или пару сандалет. И у меня появился помысл. Я пришел сюда, чтобы помогать бедуинам или же для того, чтобы молиться о всем мире. Поэтому я решил сократить рукоделие, чтобы меньше отвлекаться и больше молиться. Думаешь, я ждал, что кто-то будет мне помогать? Откуда? Бедуинам самим нечего есть. Монастырь далеко, а с другой стороны начинались необитаемые места. Но в тот самый день, когда я ограничил работу, ко мне пришел один человек. Я тогда был возле кельи. Увидев меня, он сказал, «Вот, возьми сто золотых, будешь бедуинчикам помогать, и распорядку своему будешь следовать и молиться». Если хочешь выйти на связь с Богом, чтобы Он услышал тебя во время молитвы, переключись на смирение, потому что Бог всегда работает на этой чистоте, и смиренно проси Его милости. Когда в тебе разгорится божественная любовь, ты схватишься за микрофон твоей рации, как влюбленный, и не захочешь удаляться из своей кельи, даже если этого потребуют какие-то важные дела. «Живя на Синае», — рассказывал старец, — «я дружил с двумя куропатками. Это время было для меня временем расстройства и огорчений. Птицы прилетали посидеть со мной за компанию и меня утешить. Куда бы я ни шел, они, слыша мои шаги, прилетали и садились рядом. Когда я вырезал иконки, они усаживались мне на плечи. Однажды целую неделю я болел и не выходил из кельи. Выздоровев, я по обыкновению поднялся на вершину холма и стал звать птиц, чтобы их покормить. Птицы не появились. Я оставил им корм и ушел. На следующий день, когда я поднимался на вершину холма, птицы вылетели навстречу и стали летать вокруг меня, радостно хлопая крыльями. Корм они оставили нетронутым. Но, увидев меня, они его съели. Дикие животные – это очень любочестное создание. У диких животных я нашел больше любочестия, чем у многих людей. Лучше дружить с животными, чем с людьми мира сего. Если после Бога ты хочешь иметь истинного друга, то подружись со святыми. Если же у тебя нет друзей святых, то дружи с дикими животными. Да, птицы не боялись его и подлетали к нему. И мышки прибегали. Вокруг него собиралась куча таких маленьких животных. Большие тоже подходили, но проще было собраться мелким. И вечером часто можно было слышать их голоса. Голоса разных животных. Как будто они просили о чем-то старца Паисия. Даже дикие животные подходили к его келье, а потом уходили, как будто брали благословение. Пока Адам любил Бога и хранил его заповедь, пребывал в раю Божием, и вокруг него было множество зверей, которых он ласкал с любовью, а те, в ответ, с благоговением лизали его, как своего господина. Когда Адам приступил заповедь Божию, то был изгнан из рая. Сейчас соблюдение заповеди вновь приближает человека к Богу в первое свое состояние, какое имел до падения. Тогда он живет невинно среди людей и бесстрашно среди зверей, которые издалека чувствуют невинность и любовь, вновь приближаются к человеку, признают его своим хозяином и перестают быть дикими, поскольку хозяин стал укращенным. Итак, сколько можешь, полюби пустыню и невещественную жизнь, и все свои материальные вещи, какие только можно, отнеси в дома нищих. Насколько можешь, упрости свою жизнь, чтобы освободиться от мирского душевного беспокойства и чтобы твоя жизнь приобрела смысл. Днем я творил Иисусову молитву и занимался рукоделием. Молитва и рукоделие – это был мой устав. Ночью несколько часов я делал поклоны, не считая. Службу не вычитывал, заменяя ее молитвами почетком. Чтобы меня не донимали любопытные, зеленой краской я нарисовал на скалах черепа с костями. Это был мой знак опасности. Вот досюда была стена. Здесь дверь начиналась. А вот здесь на камне было нарисовано. Вот здесь заканчивалась дверь, а здесь прямо над дверью было нарисовано. Нарисован был череп, кости. Ну, как напоминание. Помни о смерти. Такие изображения есть у схимников. Что польза человеку, если на земле он просияет на белоснежном мраморе? Он покроет его. Ничто человек. Ничто его сила. Ничто его фантазия. Ничто его существование. Ничто красота, могущество. Ничто прелесть. Все сон и тень. Все суета. Архимандрит Адриан, 1971 год. Монахи, живущие в монастыре, благодаря братской взаимопомощи, находятся в большей безопасности, чем эссихасты, которые живут в уединении. А эссихасту нужно иметь большое самоотречение, чтобы вырыть себе сначала могилу, а затем с великим смирением и рассуждением начать свой духовный подвиг, не пристанно трезвясь и молясь. Монахи, видите, всего здесь шесть человек, может быть, похоронены. Здесь погребается умерший монах, потом через три года, два-три года откапывается, и череп кладется в косницу. Продолжение следует... Сидор Стефан, прости нам грехи, молись Бога нас. Когда умирает человек духовно упорядоченный, то восхождение его души на небо подобно мчащемуся поезду. Бесы, словно гавкающие псы, несутся за поездом, захлебываясь лаем, пытаются забежать вперед, а поезд все мчится и мчится, какую-нибудь шавку еще и пополам переедет. Дьявол не прекращает искушать человека. Но если человек не принимает вражеских внушений, тогда сердце его очищается. Его сердце превращается в купину неопальную, и чтобы потом не попало в сердце, все сгорает. Ну, можно сказать, что он был и отшельником, и монахом общежительного монастыря тоже, потому что приходил в монастырь. В монастырь отец Паисий спускался каждое воскресенье, либо раз в 15 дней. Он помогал читать и петь на службе, причащался. Я спустился в монастырь, чтобы быть на божественной литургии. Причастившись, я особым образом почувствовал вкус божественного причащения. Это были тело и кровь Христова. Получив силы от этого знамения и глядя из монастыря на Аскетирий, старец сказал дьяволу, «Если хочешь, приходи, вот теперь повоюем». Он рассказывал нам вещи, которые производили на нас очень большое впечатление о его войне с дьяволом. Старец решил подняться в Аскетирии и прожить там две недели, не спускаясь в монастырь. Он сообщил об этом отцам и попросил, чтобы его не беспокоили. Что я пережил там наверху, от дьявола за эти 15 дней нельзя выразить. Это невозможно себе представить. Я чувствовал себя так, словно был пригвожден к кресту. «Этот случай произошел на Синае и записано точно со слов отца Паисия. Появился дьявол и говорит мне, «Ты упадешь вниз, и ничего с тобой не случится». Я молчу, там черная тень продолжала. «Прыгни вниз». «Прыгни вниз», — говорила мне. Я сделал вид, что ничего не слышу. В конце концов крикнул, «Смотри, я кину в тебя камень», и кинул камень вниз. «А ты самого Христа превзошел», — мне говорит. «Вот видишь, даже лучше, чем Христос рассудил». «Христос был Богом, а не как я, шутом бестолковым, что зазевался сейчас на тебя. И тут же он исчез. Вот ведь какой он, дьявол. Ведь продолжает, не унимается». Почему в пустыне особо ожесточенная война с дьяволом? Вообще, здесь важны две мысли. Дьявол был проклят в пустыне. И он должен бежать в пустыню, где есть отшельники, пустынники, чтобы искушать их. Потому что он знает, что они молятся за других и по причине своего духовного состояния могут делать важные вещи, чудеса, спасать человеческие души, спасать и общество. Старец рассказывал. «Я видел дьявола, который делился со мной разными откровениями. Он называл по именам разных людей и говорил «И этот мой, и этот мой». Многое из того, что он сказал, было ложью. Однако случается, что он говорит и правду». «Были у меня заводные часы, потом они сломались и требовалось их все время покачивать. Упрекнул меня дьявол, что ты здесь делаешь, заблудший. Вот так отчетливо. Если бы жил ты в миру, то были бы у тебя сейчас дети, и ты бы их качал, заботился о них». «Я взял часы. Был как раз напротив обрыв. Кидаю их туда. Когда я был еще в школе, камни я бросал лучше всех других детей. Взял я часы и кидаю их. Видели бы вы, что произошло. Берет их дьявол и несет, чтобы не разбились, как раз до самого обрыва. А затем они просто соскальзывают до самого низа. Спускаюсь вниз, слушаю. Шевелитесь? Затем беру кусок гранита и бросаю на них. Вот ведь что делает дьявол. До самого обрыва долетели, сползли вниз, и ничего с ними не случилось. Мы спросили отца Паисия. «Дедушка, а вы его видели?» «Да». «Знаешь, какой он красивый?» «Не видно. Такое увидеть?» «Насколько велика любовь Господа, не позволяющая увидеть дьявола?» «Умерло бы все человечество со страха. Только задуматься, если бы видели дьявола, как мыслит, что делает его прелестный вид?» Основываясь на своем опыте, старец говорил, «Дьявол действительно преображается в человека, в животное и тому подобное. Он действительно осязаем. Это некая иная сущность, которой мы не знаем. Ты видишь его, осязаешь его. Связываешь его молитвой. И он тут же исчезает, прямо на твоих глазах. Материализацией это назвать нельзя. Это некое промежуточное состояние». Однажды старец почувствовал необъяснимое утешение и очень сильную любовь к Пресвятой Богородице. Он удивился, не зная, что это значит и почему его посетило такое утешение и записал дату этого события. Позже он узнал, что в тот самый день скончалась его мать, которую он любил чрезвычайно, но оставил ради любви ко Христу и к Пресвятой Богородице. Этим утешением Матерь Божья словно говорила старцу, «Не расстраивайся, Твоя мать – это я». Это было 6 октября 1963 года. «Иди, сиди, зелны, И очисти, нет всякие шквервны, И спаси, блажа души вора». Господи, благослови. В один из воскресных дней старец увидел из своей кельи, как на святую вершину поднимаются паломники. Заметив среди них священников и поняв, что будет служиться божественная литургия, старец пошел вслед за ними. Невидимая брань и невыразимое состояние. В письме с Синаи от 1 марта 1964 года старец Паисий пишет, «Бес часто тревожит меня, несмотря на то, что я довел свою плоть до изнеможения. Эта брань продолжалась почти неделю, как раз в то время, когда я готовился причаститься на божественной литургии, которая должна была совершаться на святой вершине. Благодарю Матери Божью за то, что она не гнушается мною, но всегда мне помогает». «Ну что, вы готовы?» «Мой друг, где-то минут 15 до рассвета или, может, немного больше». «П샷, ART масс», «Мой друг, controlling». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ...Поэтому враг дьявола вел против меня такую напряженную брань... ...желая лишить меня этого духовного радования, которое дало мне силы на долгое время. Синайский подвижник жил уже жизнью бесплотных ангелов. Его молитва была непрестанной, как и его дыхание. Она не прерывалась даже во сне. Я чувствую, как во мне, подобно нежной заре, забрежило что-то качественно иное, писал он тогда. Однако со временем состояние его здоровья все ухудшилось. В письме от 1 марта 1964 года старец написал, «Однако я вижу, что Бог спускает меня все ниже и ниже. Сейчас уже целую неделю я нахожусь в монастыре, потому что у меня открылась астма. Исихастерий святых Галактиона и Епистемии расположен на высоте 2000 метров, и поэтому там я страшно мучился. Несмотря на то, что я принуждал себя оставаться там, наверху, это оказалось невозможным. У меня останавливалось дыхание. В конце концов, видя, что состояние его здоровья ухудшается, старец принял решение покинуть сладкую Синайскую пустыню. Это решение далось ему с печалью». Синайская пустыню Синайская пустыню